Итак, все-таки о градиенте теперь. Сначала я удалю все лишнее. То есть фактически все, что у нас было, так? Потом. Я удалю вот это вот. Есть, да? Теперь, что мы будем делать в боте? Мы с вами создадим, да. Седьмая? Даже вам не скажу, честно говоря. Даже вам не скажу. Да, что-то связанное с ИЕ. Но это его фирменный заголовок, какой-то достаточно новый. Не интересовался, честно говоря. Так. Ну, соответственно, здесь я делаю div с классом generator. Подойдет? Нажимаю tab. Соответственно. здесь у нас будет состоятельность двух частей. div с классом preview. Здесь мы будем, собственно, смотреть на сам наш градиент. Понятно? Пока что мы, вот это окно я вам дам реализовать домой. Собственно говоря. Я просто его сделаю. И еще одну функцию. Ну, сами увидите, собственно говоря. Когда мы до нее дойдем. Здесь мы будем смотреть превьюшку. Соответственно, дальше у нас будет здесь div с классом control. То есть здесь у нас будут элементы управления. Состоять они будут из следующего. У нас будет линия. div с классом line. Это та, на которой будут стопы располагаться. ColorStops. Что такое ColorStops? То есть это вот эти маркеры наши, да? Сама линия будет состоять, опять же, из двух частей. Из видимой части. То есть та, на которой будет градиент располагаться. И части, на которой будут располагаться стопы. Вот так вот. Понятно? Есть такое. Соответственно, у нас здесь же будет простая формочка для добавления цвета. div с классом append. Потом мы ее улучшим. В дальнейшем. Сейчас она будет состоять просто из input. Type Color. Будет иметь класс ColorSelect. И будет иметь value. Изначально решетка cc, cc, cc. Серый цвет. Здесь будет кнопка. На которой будет написано add stop. Добавить стоп. Так. Пока что, если я на это посмотрю, ну, как-то совсем не комильфо. Ну, окно выбора цвета у нас зато есть. Так. И кнопочка. Это абсолютно пока не функционально. Еще и не выглядит так, как нам нужно. Правильно? Поэтому давайте мы это дело поправим. Итак. Начнем мы с стайла. Как обычно, да? И опишем для начала наш градиент. Генератор, вернее. Превью. Он будет иметь width. Допустим, 200. Haked 200. Изначально будет иметь background. White. Border. Не знаю, там 2 пикселя. Sealed. Что у меня Sealed? Все это вместе solid получается. Было интересно. Грей. То есть, вот такое у нас будет окно предпросмотра. Так. А рядом мы разместим окно управления. Чтобы разместить их рядом, я для нашего генератора задам. Для начала width. Давайте у него будет 600. Haked 400. Display. Flex. То есть, вот так. То есть, здесь просмотр. Справа будут все элементы управления. Понятно? Задам я ему какой-нибудь background. Например, решетка 33. 66. 99. Вот такой вот. Слегка. Синенький, да? Наверное, я перестарался с размерами. Потом, если что, поменяем. Это уже мелочь. Давайте делать нашу полосочку. Точка генератор. Точка control. И первое, что у нас есть, это line. Line будет иметь у нас flex grow. А, нет смысла. Будет иметь просто вид 100%. Это control может иметь. Градиент, генератор, control, flex grow, единицу. Относительный вес. То есть, будет растягиваться на всю ширину. Ну, сейчас не видно. Давайте мы line чуть-чуть. Оформим. Сейчас, на самом деле, будем оформлять в ней view. Так. Хейк я ей потом задам. Я сделаю, соответственно, для line нашей view. Оформление. Она будет иметь у нас height 50 пикселей. Width. Надо брать на 100%. Background пока что я ей задам. Green, просто чтобы мы ее увидели сейчас. Видите, она растянулась на всю ширину. Автоматически. На всю оставшуюся ширину. Вот если мы задаем относительный вес, элементы становятся резиновыми. И соотносятся в размерах, как соотношение весов. Если относительный вес не задан, элемент занимает свой начальный размер. Таким образом, получается, что у этого мы задали, у того не задали, и того это растянулось на всю оставшуюся ширину. А если будет 2? Даже если лица, да? В смысле 2. Но в ней писали 1? Ну, а сейчас одинаково будет, ничего не поменяется. Это если было 2 штуки с разным весом, тогда у того, у которой 1, будет в 2 раза меньше, чем у того, у которого 2. Понятно? Ну, мне такая линия не очень нравится, на самом деле. Поэтому я чуть-чуть здесь с лайном поиграюсь. Я ей сделаю не 100% ширину, я ей сделаю маргин. Например, 20 пикселей с каждой стороны. Вернее, не маргин, а паддинг. Подтуда наговорился и написал так же неправильно. Паддинг. И теперь посмотрим, как она у нас преобразилась. Она у нас стала вот такой. Понятно? То есть отступы со сторон добавились. Высота, наверное, я перестарался с 50, да? Тут 30 хватит с головой, для полосочки, для самой, под которой будут ползуночки. Так. Сама полоса есть. Ее мы теперь можем чуть-чуть преобразить. Бакграунд у нее будет, ну, изначально, я думаю, white. У нее будет border, 1 пиксель, пиксель, solid, ну, можно gray тоже, gray, но станет вот такой эта полосочка. Понятно? Замечательно. Теперь давайте, для того, чтобы оформлять стоп, мы сначала его сюда добавим. Я сюда добавлю divs классом stop. Вот так вот. Для начала всю линию стопов надо оформить, правильно? Generator, control, stops, ну, line, 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 stops. Каким у нас будет линия стопов? У нее будет position relative, height, ну, где-то тоже 30 пикселей, я думаю. Потом, если что, поменяем. То есть сейчас ее не видно, но у нас туда видно добавилось, все остальное спустилось. Так? Она будет вот здесь, внизу. Прямо под ним сами. Так, это есть. Соответственно. Соответственно. Раз у нас есть стопы, есть высота у нас для линии стопа, мы можем добавлять сами стопы. Пока что я добавил сюда 1. Попробуем его оформить чуть-чуть. Следующим образом. Соответственно. Стоп, стоп. Стоп, точка стоп. Будет иметь у нас position absolute. Понятно, почему и зачем? Да, чтобы его можно было двигать по этой линии. Дальше. Будет он у нас иметь width 20 и height 20. То есть квадратик. Сам по себе стоп. Правильно? Зададим ему border. Я задам ему 1 пиксель. Solid black. То есть черный. Давайте посмотрим, появился ли он у нас. Вот наш квадратик, так сказать. Что-то он сильно большой, мне кажется, да? Ладно. Это или не ладно? Как думаете, сильно большой? Давайте, наверное, 10 на 10 его сделаем. Мне кажется, что будет самое оно даже. Мне кажется, он действительно очень большой. Вот такого нам с головой, мне кажется, хватит, да? Так, это есть. Ну, значит, и высоту линии можно меньше сделать. 15 всего-то, но все, пикселей понадобится в 2 раза меньше, чем я хотел. Так. Соответственно, я ему задам особенность. Я ему сразу задам положение сверху. 5 пикселей. Для чего эти 5 пикселей? Чтобы поместить туда треугольничек. Который будет указывать. Понятно? Так. Еще раз? Абсолютно верно. Я ему сделаю marginLeft. Минус 7. Ой, минус 7. Минус 5 пикселей. Вот так вот. Ну, то есть, чтобы в нулевом положении он был в нуле. Понятно? Это у нас есть. Замечательно. Это все очень хорошо. Ну, теперь мы идем дальше. Нам нужно оформить ему автор. Вы правильно сказали. Автор. Будет иметь контент. Обязательно нужно задать. Помните, да? Пустой. Пустой. Будет иметь position absolute. В авторе вообще 2 положено. В элементах 2, в классах 1. А если с одной работы, то... Ну, это браузер нас поощряет. Спецификация говорит о том, что их там 2. Для элементов их там 2. Для before и after. Так. Браузер нам прощает grey с буквой E. Я вам даже больше скажу. Хотя grey пишется с буквой A. Те, которые регулярные выражения тоже... Еще раз? Регулярные выражения тоже. Какое? Ну, вообще правильно через A. Может в каком-то диалекте, да. Так. Ладно. Сбился с мыслями. Да, я думаю, что им надо задать. У него будет width 0 и height 0. Правильно? У него будет border. 5 пикселей. Давайте не так. Border left. 5 пикселей. Solid. Transparent. Border right. 5 пикселей. Transparent. И border bottom. Только этот уже не transparent. Этот у нас будет black. Вот треугольничек есть. Теперь его надо разместить. Я задам ему top. Минус 5 пикселей. Вот так. Понятно? Вот так у нас будут выглядеть все стопы. В смысле? Протянул он так, чтобы он читал бордер с бордер. Надо просто квадратику задать в box sizing. Border box. Тогда еще поддал на 1. Нет, тогда left минус 4 пикселя. А, нет. Здесь все было правильно. Это надо самому квадратику. Left 0. Или минус 1. А, минус 1. Правильно. Потому что он же на бордер не заезжает. Вот так вот. Теперь все хорошо. Вот так вот получается. Вот такие вот будут ползунки. В них будет тот цвет, который мы выберем здесь. Так. Это просто визуальная составляющая оформления. И мы переходим непосредственно к написанию самого градиента. Естественно, стопа здесь не будет изначально. Мы их будем добавлять по мере надобности. Так. Надо писать их на разораде, да? В смысле? Это просто для того, чтобы оформить, как они будут у нас выглядеть. Ну что, через это раскрытие. Да. Чтобы это все у нас было уже оформлено. Ну а зачем нам делать лишние действия в JavaScript? Так? Если мы можем просто добавлять класс. Соответственно, теперь. Теперь мы начинаем писать сам скрипт. Ну, первое, что я сделаю. Я пишу один наш стоп, так сказать. Так. Положение у него может быть от нуля до ста процентов. Правильно? И он имеет свой цвет. Поэтому я сделаю вот так вот. Вот функшн. Color. Стоп. Который будет принимать у нас. Color. И position. И говорить, что this. Color. Равняется color. А здесь. Position. Равняется. Position. Такой вот маленький класс будет у нас совсем. Как наш point был там, так здесь у нас будет color. Стоп. Point нам здесь тоже может пригодиться. Так. Соответственно, делаю здесь. varPage равняется. Равняется. Здесь у меня будет init. Function. Пока не описываем. Так. Это есть. Соответственно, что мы должны сделать внизу? Window. Add event listener. И что здесь? load, конечно. Уже делаю вот так. Есть. Теперь у нас будет страница загружаться. Значит, я думаю, как мы лучше сделаем. Мы сделаем все в виде одного модуля или разобьем на несколько? Одного. Одного. То есть все в виде page. Хорошо. Значит, первое, что нам потребуется, это stop. То есть то, что у нас будет отвечать за наши точки остановки. Соответственно, я здесь делаю stops. Пустой массив изначально. Понятно? Ну, для перечня наших точек остановки. Так. В init что мы делаем? Мы делаем так. This. Ну, давайте, контейнер назовем его. Для него-то он контейнер, правильно? Весь общий блок, который генератор. Равняется document. Query selector. Точка генератор. Потом сразу получаю this line view. Наравняется document query selector. Что document? This container. Query selector. Точка line. Наверное, line сначала получу. Здесь line. А потом в ней буду уже внутри получать... Внутри буду получать здесь view. This stops container. Наравняется this align. Query selector. И кого я получаю? Стопс. Так, это есть. Потом... У нас есть input для ввода. Так. This... Color input... Будет равняться... Будет равняться... This container... Query selector... Внутри будет равняться... Потом... Так. Есть, есть, есть. Я забыл кнопку. Внутри будет равняться в value. В value, конечно. В attribute или в свойстве? ну конечно свойства мы считаем, атрибут он не меняется this btm равняется this контейнер контейнер еще раз нет он там будет rgb скорее всего, чаще всего нам достаточно нам главное его выбрать ну hex hex просто rgb он же hex hex это тоже rgb есть такое делаю наш метод, который я называю event attach здесь я его вызываю this event attach так это у нас есть раз так что у нас нужно еще сделать нам нужно отрисовать нашу линию, так я сделаю здесь метод update update я его назову, например update update что он у нас будет с вами делать что он у нас будет с вами делать их устанавливать фон для нашей линии у нас будет делать следующее первое нужно нам отсортировать наши точки обязательно будет а у нас есть точек или объектов объектов скажем ну color stop у нас они не точки, они у нас color stop точки остановки их называю еще в этом смысле у них нет xy у них есть от 0 до 100 процентов правильно position и color соответственно update у меня будет делать так он будет делать this stops sort function color stop 1 color stop 2 нам надо реализовать функцию сравнения понятно еще раз сортирует массив, принимает функцию сравнения функция сравнения должна вернуть 1 если 1 больше 2 0 если они равны и минус 1 если 2 больше 1 да рассматривали я потом показывал ну не записывали но рассматривали так соответственно что мы здесь сделаем я делаю так если cs1 или не так если cs1 пос равно равно cs2 пос то сразу return 0 иначе иначе тернарка return cs1 пос больше cs2 пос тогда 1 а иначе минус 1 так так сколько это объект будет ну естественно у нас же вон класс color stop написан уже ой post position 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 конечно понятно то то есть если единица он поменяет местами да еще раз если единица он поменяет местами в принципе мы это можем сделать еще еще при генерации ладно потом это сделаем не сейчас не прямо сейчас потом это если что перерисуем соответственно что мне нужно здесь сделать здесь я делаю так я делаю здесь кстати тут очень важный момент здесь есть частные случаи если стопов у нас нет правильно я делаю так if this stops length равно нулю то есть у нас есть два частных случаев когда стопов нет и когда он один правильно когда он один это не ингредиентная заливка это просто цветом Kun здания und k 1 abyte еще раз k 1 Okay не надо пускай он будет просто цветом ну обычно так и бывает С transparent там будет веселье еще у нас Нам пока хватит и этого Поверьте, здесь немаленький ход будет Так Я сбился с мыслей Так, если Он у нас равен нулю Ну, если количество 0 Это частный случай, когда нам нужно сделать так ThisLineView StyleBackground Image Равно пусто То есть сбрасываем Фон В смысле И color будет равен нулю Это когда их нет вообще Else if Второй частный случай, как раз когда он один Ой Промазал Если он один Тогда у нас А gradient это что? Ага А background А какое именно свойство в gradient задает? Image или color? Это вы писали А background это обобщенное свойство А частное какое задает? В color можно вписать gradient или в image? В image, конечно 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 Это картинка считается Серьезно Поэтому если он единица Тогда background color Ну это background image вообще Background это обобщенное свойство Которое принимает сразу значение для всех Ну да Ну да Но если бы не выбрать Которое записать Ну он будет с ошибкой Да Напиши его в background Просто Ну Вообще это background image просто Так Я сбился с мысля Теперь Меня отвлекли так хорошо Что я хотел Ага Я вспомнил Зис Стоп Нулевое Color Вот так вот И последний Else Вот тут уже все остальное Почему я оборачиваю в else? Потому что теоретически Дальше нам нужно вызвать обновление С моей вьюшки Каким-то образом Так Хотя здесь можно было делать Ну ладно А зачем он высох? Еще раз А теперь смотрите Мы их можем добавлять И перемещать Рандомно И если мы в неправильном порядке Будем их записывать в line gradient Если мы запишем сначала для 5% А потом для 100% А потом для 10% Это корректно будет? Нет Вот это ответ вам А мы их сортируем по позицию Нужны Ну Градиенты Имена Исходя из наших Ну правильно Они не могут считывать Первые Дети Дети Вторые Вторые Три Три Они будут Сверхога Это если мы будем элементы А мы будем Мы не оперируем элементы Мы отделяем Представление От логики Мы не смешиваем Этот самый Мух с котлетами Давайте дальше Я сбился опять же С того что я делаю Отсортировал я их Да И соответственно Здесь я должен сделать Следующее действие Я должен взять И сформировать строку Итак Я сделаю Var Value Равняется Хотя зачем Я могу делать проще Я могу делать проще Var Line Равняется This Stops Map Function От LM Return LM Color Color Плюс Пробел Плюс LM POS Плюс Символ Проценты Join Join Через Запятую Давайте Вот здесь я сделаю Alert И выведу Наш Line Position Да Теперь Сейчас Посмотрим на результаты Я объясню Согласны? Я просто Вот здесь Подобавляю Color Stop И запущу Сразу Этот alert Я сделаю This Stops Push New Color Stop Red На 10% White На 50% Gray На 40% Специально Неправильном Порядке Давайте Blue На 80% И Yellow Еще раз Map Возвращает Новый массив На основе Старого Состоящей Из результатов Работы Callback Функции То есть Он нам даст Массив Вот таких Вот Строк Впоследствии А после Join Они склеятся В одну Через Запятую Ну и сейчас Собственно Давайте Увидим Результат Я обновляю Страницу У нас Что-то пошло Не так А я тоже Должен был Сделать Своё Дело А ну да Я же не вызвал Update Я хотел После того Как я их Подобавляю Update Видите что у нас Получилось Причем они Отсортированы По возрастанию Процентов Так То есть Еще раз Я обновляю Вы видите Red 10% Gray 40 White 50 Blue 80 Yellow 100 Понятно Концепция Кстати Да Да Здесь все правильно Хорошо Здесь нам Нужно Сделать Что Вот такое Вот действие Добавить Вот сюда Равняется Пишем Здесь Line Gradient Да To Right Запятая Потом Плюс Вот этот Line Который Сформировали Да И плюс Закрывающая Круглая Скобка Проверим Применится ли Наш Градиент К нашей Линии Не применился Почему Примен Применится ли Применился Применился То есть Как видите Из массива Теперь мы уже С вами Их Отображаем Тут Тут понятно Да Квадрат Большой Еще раз Там будет Уже Мы еще Направление Будем Потом Выбирать Да Мы А здесь Снизу Мы потом Добавим Окошко Для Вывода Кода Сгенерированного Кода Нашого Градиента Понятно Да То есть Это пока Основа Мы ее Еще не Доделали Но Мы ее Обязательно С вами Доделаем Понятно Болзунков Пока нет Мы же Еще Не отрисовали Еще Раз Сейчас Я здесь Сделаю Собственно Метод Я Сделаю Здесь Метод RedDraw RedDraw Что ж Такое Color Stops Вот такой Метод Я сделаю Собственно Что он Будет У нас Делать Ну Первое Он очистит Элемент Со Стопами Здесь Как я его назвал Стоп Контейнер Inner HTML Равняется Пусто Очистили Так Затем Я делаю Так Здесь Стопс For each For each Здесь Будет Function Вот Стоп И его Индекс Здесь я сделаю Обязательно Bind This Хотя Не факт Что он нам понадобится Да Я сделаю Вар Фрагмент Равняется Документ Что Create Document Фрагмент Сейчас посмотрим По мере Может быть надо Может быть не надо Итак Я тут делаю Вар Стоп Не не стоп Див Давайте Див Потому что стоп Я уже занял Равняется Документ Create Element Какой Ну наверное Див Так Потом Для этого Дива Я сразу Задаю Класс Нейм Класс Нейм Класс Нейм Класс Нейм Ладно Класс Нейм Равняется Стоп Согласны? Потом Что? Никакого маржина Left Мы ему Dataset зададим Див Dataset Мы дадим ему ID Равная Вот этому Вот Индексу То есть Чтобы знать Какой он у нас В массиве Понятно? Потом Я сделаю Див Style Действительно Left У нас будет Равен Чему? Стоп Position Плюс Пикселей Ой процентов Правильно Абсолютно верно Абсолютно верно Потом Я сделаю Див Style Background Image Равняется Пу 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 Заново Что ли? А не Все правильно Здесь только цвет Здесь не надо Image Здесь только color Да я уже Задумался Что-то не то Придумал Background Color Равен Stop Color Правильно? Теперь я делаю Fragment Append Child Что? Live Здесь bind This нам даже и не понадобился Правильно? Эй Эй Это я не то сделал Я хотел не то выделить Вот так вот После этого Я делаю This Stops Container Append Child Что? Fragment Теперь давайте обновим страницу И ничего не произойдет Так как мы метод забыли вызвать А вызывать мы его будем вот здесь А здесь я делаю что? Я делаю This RedRaw Color Stops Оп Соответствует Мы будем выбирать Мы будем выбирать Мы пока Занимаемся связью Модели Нашей Так сказать С контроллером Модели с контроллером С представлением View С контроллером Да Ну модель Это наш массив А View Это наш вот это То есть Через контроллер Мы их и связываем Собственно говоря Сейчас мы будем строить Логику движения И добавления этих Элементов Это временная мера Которую мы приняли Только Скажем так Только сейчас Так сказать Так Соответственно Здесь я теперь Сделаю Следующее Я реализую метод Который позволит нам Добавлять эти стопы Здесь я сделаю Этот Который я назову Append ColorStop Да Append ColorStop Это будет Функция Я знаете Что думаю Наверное Я сортировку Вот сюда И перемещу Зачем мне каждый раз Их сортировать А не Надо будет Надо будет Мне их здесь сортировать Надо будет Мне их здесь сортировать Поэтому ладно Не буду Эх Что я буду здесь делать Я здесь Буду Делать This Stops Push New ColorStop На основе На основе чего На основе This ColorInput Value Так И куда Ну по умолчанию Я буду ставить Ровно в середину Добавить новый стоп То есть когда мы нажимаем на кнопку Добавить Выбираем цвет Нажимаем добавить Он будет добавляться Туда наверх Ага Среди И Так Дисклор Ага Да А у нас нет поля Как это нет Здесь ColorInput То есть это вот это наше поле ввода В котором мы выбираем цвет Есть Добавили сюда новый стоп В принципе можно и в одну строку это было написать И такое оно длинное Как я думал будет Есть Ну и соответственно Вызываем что This Update Так Когда это должно происходить По нажатию на кнопку добавить Так Вот эту вещь я пока отсюда убираю Она мне нужна Это уже теперь будет работать здесь Это было для тестирования Чтобы у нас все правильно отрисовалось Здесь я делаю так Я делаю This Button Add Event Listener Событие Click Обработчик This Up and Color Stop Сразу просто Buy and This Чтобы не писать Клбх функцию Прямо здесь Сохранили Давайте попробуем добавлять Обновляю страницу У нас оно чистое Я выбираю например зеленый цвет И нажимаю От стоп Как видим Стоп добавился Так По нажатию на правую кнопку Я хочу этот стоп удалять Вот такой я вредный Капризный Да Хочу удалять стоп И давайте кстати Нажму правой кнопкой Нажму посмотреть код И вы увидите Что наш стоп Вот имеет индекс в массиве Имеет положение Все как положено Так просто по элементу Мы же не на всех элементах Запрещаем Я здесь сделаю метод Remove Color Stop И удалять мы его будем По его айдишнику Соответственно Что я буду здесь делать Так This Стоп О вы прям мои мышли читаете Равняется This Стоп Или давайте Slice Slice С нулевого По ID Минус первый Конкат This Или там По айдишней Не не Здесь айди был А вот здесь будет Айди плюс первый Да Стоп Айдишней Слайс Слайс Айди плюс первый Вот так вот Мы удалили И вызовем Что This Update Согласны? Да А теперь назначаем Обработчик события Поднимаемся Вверх This Забыл как у нас Называется Line Сначала Line На что Должно Повесить Add Event Listener Context Menu Здесь уже Function Пишу И делаю Bind This И здесь Что получается Я делаю так Если Е Стоп Таргет Класса Лист Лист Контейнс Что Стоп Тогда Зис Зис Тогда Здесь целая Вот такая Вот Зис Remove Color Стоп Е Target Dataset ID Кстати Е я не указал Здесь Да 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 И причем рекомендуем Сначала Делать Сначала E Prevent Default А потом Все Остальные Действия Нет А если Мы Кликнули В другом Месте У нас же Только На вот Этой Маленькой Части Должно Быть Правильно То есть Теперь Я Выбрал Цвет Нажал Добавить Мне Он Не Понравился Правой Кнопкой Нажал Он Исчез Чтобы Не Всплыло Контекст Меню Наша Оригинальная Запрещаем Действия По Умолчанию То есть Теперь Я могу Добавлять Цвет И Удалять Его Пока Что Пока Что Он Один Так Не Интересно Так Мы Должны Сделать Больше Возможностей Нам Нужно Больше Золота Если Кто Помнит Так Игрушку Так Это Все Хорошо Но Теперь У нас Начинается Самое Будем Говорить Так Интересное Собственно Да Да Абсолютно Верно Для этого Мы будем Хранить Старое Текущее Положение Мыши Нашей Так Определять Насколько Она Смещается Принято Да А давайте Нарисуем Чтоб Мы Это Тоже Видели Потому Что Лишь Молодые У Смещается Ну То Есть Молодые У Нас Есть Наша Мышь Да Сначала Давайте Нарисуем Макром Я За Квадрат У Наши Говорил У Нас Есть Мышь Да Когда Мы Нажали На него Опустили Мышь Мы Должны Начинать Уметь Возможность Его Двигать Правильно Двигать Мы будем Только По Х И Нас На самом Деле Не Интересует Но Особенно В чем Двигать Мы Будем Только В том Случай Если Мышь Находится В Его Окрестности Так Сказать Что Окрестности Дело В том Что Когда Мы Двигаем Прорисовка За нами Может Не Успевать И Получится Такой Интересный Эффект Что Наш Элемент Который Мы Двигаем Да Наш Кубик Может Этот Самый Переставать Двигаться Скажем Так Мы Уплыли За его Пределы Чуть Дальше Не Успевала Отрисовка За нами Мы Уже Продвинулись Дальше Он Остался На месте Понятно Поэтому Событие Смело Спало Поэтому Двигать Его Когда Уже Потом Мышь Находится В окрестности Клик Мы Ловим На нем Первый Став Запуск А когда Мы Его Сунем У нас Должен быть Допустимый Радиус В котором Мы Это Событие Обрабатываем Понятно Вот так Вот Если Мы Мышку Смещаем Вправо На 10 Пикселей То И Наш Этот Должен Сдвинуться На 10 Пикселей Так Для Для Этого Мы Будем Хранить Где Наша Мыш Была И Где Она Сейчас Находить Разницу Так И Соответственно А почему Не передавать Координаты Мыши По Иксу Сразу Подождите Координаты В окне Берутся А у нас Нужно В пределах Нашего Ползунка В процент Такая проблема Браузер Когда Спрол Делать Зажал Сильно Далит Спрол Мыш Когда Согнил Проплющ Света Спрол Успел На самом деле 4 Ушел Успел Быстрее Дернуть Да За это я говорю Чтоб такого не было Так Если Повесить Этот самый Координаты Мышки Конкретно В Лайне Еще раз Чтоб она И считала Координаты Мышки Конкретно В лайне В лайне Да В самом Опять же Лайне Это конечно Хорошо Но мы не можем Получить Координаты Мыши Внутри Лайна Почему Нам придется Пересчитывать Так будет проще Да Однозначно Так Давайте для хранения Координат мыши Мы будем использовать Такой же класс Поинт Как использовали Раньше Только мы его Чуть-чуть Расширим Я делаю Здесь Function Point Это точка Произвольная То есть Пока мы не конкретизируем А вообще Она точка Здесь X равняется X Здесь Y Равняется Y Теперь я делаю Здесь Пару методов Я делаю Point Prototype Distance To И сюда Другой Point Приходит Ой А теперь Давайте Вспомним Как рассчитать Расстояние Между точками Это корень Из Суммы Квадратов Разностей Координат Так То есть Return Mass SQRT Математика Расстояние Между двумя Точками Вот это Длина в этой линии Чему равна Корень Из X1 Минус X2 В квадрате Плюс Y1 Минус Y2 В квадрате Нет Да Диаметрия Мы постараемся Поэтому Вспоминайте Так Масса СQRT Здесь Соответственно У меня будет Mass MassPov Point X Минус This X Плюс MassPov В квадрате Не забыл Запятая 2 Написать MassPov Point Y Минус This Y Тоже В квадрате Не Не Это же Аргумент Что-то Я тут Напутал Сейчас Return Outside Function Definition Не понял MassPov Все Все Правильно Все Правильно Да Не Обязательно Он Может Сюда Результат Запишет Все Равно Ну Да Он Сплитит Поэтому Позакатует Я Как будто Mass Неправильно Написал Ну так Я же Туда И смотрю Ну давайте Посмотрим Как на это Отреагирует Наши Браузер Мне просто Интересно На 71 Строке Что-то Не А Тьфу Конечно Видите Совсем Не там Ошибка Сейчас Все Правильно И Еще Одна Здесь Будет Функция Point Prototype Distance X В принципе Здесь Можно Ну да Distance X Равняется Function От Другого Point Здесь Здесь Проще Return Mass Или Не Distance А Разница Delta Delta X This X Minus Point X Ну вообще Можно было бы Delta Y Но мне Delta Y Не надо Я оставлю Как и есть Так сказать Мне этого хватит Для того Чтобы написать Дальше Потенциально Класс Можно улучшать Так Это у нас Есть Замечательно Соответственно Здесь Я сделаю Описание Так сказать Старого Положения Мыши This Old Post Старое Положение Равняется New Point Допустим 0-0 Вначале Будем считать Так Конечно Мы это будем Постоянно Менять Теперь Давайте Об обработчиках События Соответственно Если мы Нажмем Маус Даун На стопе Правильно Так Вот здесь Мы делаем Attach Event Я делаю Подобную Вещь Только Здесь У меня Будет Маус Даун Вот таким Вот образом Да Две 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 Я пока Здесь Логику Напишу Потом Перенесу Так Если Это Он Да Если Мы Сделали На том На чем Надо Тогда Я скажу E Target Z Index Сделаю Сразу Который Таскаем Чтоб он Был Поверх Всех Остальных Равняется Ну Например 2 Что А потом Когда мы Будем Его Тащить Чтоб Когда мы Его Протаскивали Он Проезжал Над Остальными А Угу Вот Так Вот Потом Я сделаю Его Ну Понятие Активного Стопа Здесь Введем This Active Stop Стоп В смысле Нет Это Вот Этот Здесь Дело Что Есть Два Варианта Решения Я Сейчас Покажу Первый Он Попроще А потом Можно Будет Сделать Как Нибудь Второй Если Будет Время Здесь Active Stop Равняется Равняется Чему Равняется Е Таргет Равняется Согласны И Соответственно This Old POS Преведущее Положение Равняется New Point This E E Client X E Client Y Вот Такое У нас Получается Событие Потом Вынесу Давайте Сначала Сделаем Ее Здесь Потом Вынесем Она Очень Простая Поэтому Я пока Оставлю Потом В дальнейшем Будет Дальше Просто Чтобы Она Была Сосредоточена В Одном Месте Так Мы Здесь Забанд Или Я просто Смотрю А Правильно Он просто Не Используется Пока Что Следующий Момент Это Таскание Мыши Я Сделаю Вообще Здесь На Всем Контейнере Add Event Listener Mouse Move То есть Тот Момент Когда Мы Нашу Мыш Начинаем Двигать Так Mouse Move Тоже Function От E Здесь Нам Нужно Проверить Недалеко Ли Мы Находимся От Нашего Стопа Так Сказать Не потеряли Мы Его Пока Я Не буду Я Пока Просто Сделаю Движение А потом Если Что Сделаем Пока Что Я Сделаю Здесь Так Здесь Кстати Надо Сделать Обязательно Не Забыть Bind Здесь И Делаем Что Делаем Var New Pos Равняется New Собственно Говоря Можно Вот Так Скопировать Согласны В принципе То же самое Так Это Есть И Сейчас Мы Должны Почитать Дистанцию Да Ну Или Можно Сделать Здесь Какую Нибудь Функцию Сразу Вызов Давайте Вот Так Вот Здесь Move Stop Будем Вызывать И Сюда Передадим New Pos И This Old Pos А Потом Скажем Что This Old Pos Равняется New Pos После Того Как Мы Его Подвинем Вот Так Вот Так Понятно И Сделаем Здесь Соответствующий Метод Как Я Его Назвал Move Stop Move Stop Function А Вот Таким Вот Образом Давайте Мы Закончим В следующий раз Я просто На время Смотрю И Понимаю Что У нас Оно Вышло То есть Мы Помним На чем Мы Остановились Да Мы Начали Двигать Наш Стоп Давайте Я пока Сделаю Плохо Ну Хоть Как То Так Сказать Да Я Здесь Сделаю Так This Active Stop Нет Это Не Быстро Быстро Сейчас Не Получится Здесь Мы Знаем Насколько Нам Нужно Его Сместить Скажем Так Сейчас В В дальнейшем Мы Сможем Пересчитать Это Добро В Пиксели Так Сказать Нам Нужно Почитать Разницу В Процентах Давайте Так D Proc Да Vardeprocs Будет Равняться Move Stop У нас Принимает New Post И Old Post Ну Пока Хоть Как То А Потом Доделаем ДХ Равняется New Post Делта Х С Old Post Так Разница В процентах Будет Равна Вот это Вот ДХ Умножить На 100 И Разделить На Ширину Нашей Линии То есть This Line View Offset Width Вот так Вот Ну или лучше Не line View А line View Width Вот Вот так Вот Соответственно Var Old Left Равен Равен This А Нет Get Computed Style Здесь будет Parse Int Get Computed Style От This Active Stop Active Stop Да Здесь Точка Left Не Lens А Left Так Это Старое Значение Var And Left Новое Значение Слева Равняется Old Left Old Left Плюс Разница В процентах Ну и Соответственно This Active Stop Что у нас Получается Style Left Равняется Чему And Left Да Плюс Процентов Давайте посмотрим Он должен двигаться Но градиент Пока не меняется Обновляем Так Добавим Stop Опа У нас Ошибка Get Computed Style Он Window Почему Он Window Старо Мы Здесь И так Сбавим Здесь Так Я думаю На какой строке Это происходит На 119 Да Это Вот Здесь Так Я же Active Stop Туда Передаю А Туда Е Target Только В том Случа Если Он Имеет Класс Стоп Как он может быть Window Ага В Mouse Move Да Конечно Mouse Move У нас Показывает На Window Почему Мы Сбавим Здесь Даем На Придж Показывает В Mouse Move Почему Потому Что Мы В Mouse Move Маус Move О чем Вообще Здесь Стоп Проверяем Потому Что Он Должен Сдавить Кубик А он Кубик С С С Это Я просто Сейчас Думаю Где Я только Что Мог Допустить Такую Фотальную Ошибку Почему Вот Здесь Почему Е Target При Mouse Down У нас Выказывал На Здесь Нужно Еще Такой Момент If This Active Stop Равно Now Просто Return Правильно Он У нас Исчез И Уехал Неизвестно Куда Потому Что Козин Наверное Процент Относительно Некого Звук Так Относительно Какого Мы Считаем Так Line View Offset Width Правильно Давайте Давайте Вот Здесь Сделаю Alert Ну Вернее Не Alert Лучше А Console Log И Dp Pro Да Я Житой Хочу Разница В Процентах Ноль Оно Нормально Ноль А Нож в пикселях Получает Старое Просто Надо Sold Left Сделать Ту же Самую Процедуру Ну Сейчас бегает Отжал Ну Сейчас пока Отжал Сейчас Только на нем Видите Вот Проблема Про которую Я говорил Что только На нем Соответственно Чтобы этого Не было Вот здесь Мы убираем Вот эту Проверку Там где Mouse Move Оно будет Все Двигать Оно будет Двигать Один Просто Вопрос В том Что Вот видите Запаздывание Как работает То есть То про что Я собственно И говорил Тогда Ну Здесь Нужно Ограничение Сделать Это тоже Мы сделаем Ну По крайней Мере Оно Теперь Двигается И По отпусканию Выше Нужно Набросать Его То есть Сейчас Он у меня Двигается Сколько Угодно Теперь А если Второй Добавить Можно Второй Добавить Ну Здесь Можно Сделать Какое Ограничение Если If nleft Больше 100 nleft Равно 100 If nleft Меньше 0 nleft Равно 0 То есть Первый Момент Это Ограничители Мы Остановить Не Можем Тебе Еще Раз Ну Такое То есть Пока Остановимся На Эту